Как мы уже информировали, президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёй в целях ознакомления с работой по комплексному развитию региона. Определение новых перспективных направлений с рабочей поездкой находится в Бухарской области. Глава государства ознакомился с инвестиционными проектами социально-экономического развития, посетил ряд производственных объектов и места паломничества. Все подробности в материалах наших корреспондентов. Характерные приметы сегодняшнего дня – обновление, мощный спорт, модернизационных процессов во всех сферах. Данное определение в полной мере применимо по отношению к регионам, которые активно развивают свою производственную, инновационную, социальную инфраструктуру. Где в соответствии с детально продуманными, имеющими конкретные источники финансирования, государственными программами реализуются десятки, сотни проектов, направленных на повышение благосостояния людей. Достатка в семьях. Мы видим это и в Бухаре. Мощный импульс дальнейшему росту, уверены бухарцы, придаст и нынешний визит руководителя нашей страны в регион. Он начался глубоко символично – с посещения мемориального комплекса Абдухалика Гиждувани, который благодаря инициативам президента преобразился за последнее время. Так было. Мощный импульс дальнейшему росту. И так стало. Мощный импульс дальнейшему росту. Прозвучала в эти минуты благословенная молитва. Мощный импульс дальнейшему росту. Мощный импульс дальнейшему росту. Дающий людям знания, сказал Шавкат Мерзиёев. В ходе поездки в регион в феврале прошлого года президент дал указание по благоустройству мавзолеев семи пиров Бухары – организации, связывающего их всех единого туристического маршрута. Так кто же эти семь пиров? Махмуд Анжир Фагнави. Родился в селении Фагна. Ученик Хаджа Али Фаривгари. Обеспечивал существование собственным трудом, занимался разведением садов, был прекрасным строителем. Его называли чудотворец из Бухары. Хаджа Али Рамитани. Ученик Махмуд Афагнави. Родился в Кишлате Курган. Занимался ремесленничеством, прославился незаурядной мудростью, одаренностью, наличием огромной внутренней духовной силы. Мухаммад Бабаса Масей. Пятый из великих пиров. Благодаря дару видения очами духа предсказал приход величайшего учителя. Хаджи Мухаммада Бахаудина Нагжбанди. Седьмого святого пира. Задолго до его рождения. Саид Амир Кулал. Один из великих духовных авторитетов. Занимался гончарным делом и владел им в совершенстве. Наставник Бахаудина Нагжбанди. Бахаудин Нагжбанди. Один из выдающихся отцов суфизма. Учитель мудрости. По его убеждению, благодать даруется только Богом. Его неизменные принципы. Духовная чистота. Отказ от роскоши и стяжательства. Непритязательность. Основатель учения Нагжбанди. Сегодня Мавзолеи Семипиров стремятся посетить паломники не только из соседних стран. Государств Западной и Южной Азии, но и всего мира. Президент при посещении правильно поднял вопросы, почему многие не знают о Семипирах. Что есть на самом деле Тасавов, кто такие суфи и какую роль они сыграли в истории нашего края. Почему именно эти люди стали великими. Что именно нужно сделать для того, чтобы наша молодежь не следовала чуждым идеологиям, а узнала историю, вклад, который был сделан со стороны вот этих великих наших предков, которые своим образом жизни, своим творчеством, своим наследием внесли огромнейший вклад в исламскую цивилизацию. Наш народ также посещает эти места, но когда человека спросишь, кто такой был Абдухал-Гыждавани, или кто такой был Самоси, они пожимают плечами. Но на самом деле эти люди внесли большой вклад в развитие культуры, и исламской культуры, и местной культуры, и их труды. Вот в настоящее время мы исследуем Международную исламскую академию, и в течение года мы должны перевести и публиковать шесть больших книг касательно трудов вот этих Семипиров, а также снять на базе медиа-центра ЗИО два больших фильма о Семипирах. Это вот одна из основных задач, которые были поставлены президентом, чтобы широко распространить идеи суфизма, довести до масс, до молодежи, то наследие, которое было утеряно или забытое, поднять те исторические и культурные ценности, которые на самом деле являются настоящей вне основы мировой исламской цивилизации. В этом мемориальном комплексе сегодня на площади в 15 гектаров ведется большая строительная и благоустроительная работа. На реализацию проекта «Преображение» в 2018-2019 годах было направлено 15 миллиардов сумм. Представили президенту подробную карту маршрута Семипиров общей протяженностью 178,2 километра с детальным расположением мемориальных комплексов и сопутствующей инфраструктурой. Концепция прозвучала предусматривать единый стиль и философию. Уже установлены единообразные стелы, присвоен QR-код портала с информацией о Семипирах и навигацией маршрута. Руководителю страны была представлена информация о продолжающейся реставрационной и благоустроительной работе на территории мавзолеев. Глава государства отметила необходимость создания книги о Семипирах, пропаганде их научного наследия. Такого духовного сокровища больше нигде нет. Необходимо глубоко изучить все связанные с ним сведения и довести их до народа, особенно молодежи, доступным языком. Наша цель, сказал президент, пусть молодое поколение знает и гордится этим наследием. Создатель одарил узбекский народ великими предками не только в лице Авиценны, в лице Хорезмы, в лице Бухарии, которые, бессомненно, внесли большой вклад в развитие мировой цивилизации, в развитие мусульманской цивилизации, определили своей деятельностью исторический этап, который был назван европейским ученым Адамом Мец как этап мусульманского ренессанса, но наш народ одарен также и таким наследием, которого необходимо назвать наследие Семипиров, начиная от Абдухалика Гиждаваны до Бахауддина Накшпанта. Президент во время своего визита особо отметил значение изучения углубленного, причем изучения духовно-исторического наследия этих семи пиров. Сразу давайте определим, что означает слово «пир». Он, уважаемый Шамкадемир Иванович, особо отметил это значение тоже. Это человек, который ведет за собой народ, он показывает дорогу. Тарикхат – это дорога. Он же является учителем, поэтому все времена пиров, учителей, духовных настальников уважали, начиная от первых лиц государств до простого народа, потому что в их благословении считалось, содержится секрет будущего успеха любого человека. Кроме того, тасавув, или на русском языке чаще употребляется слово суфизм, в особенности тасавув в виде тасавува в Средней Азии, он всегда преследовал цель воспитать человека, совершенного человека. Мы знаем в истории, что всегда человечество стремилось к этому совершенству, но совершенство бывает разным, и пути достижения совершенства всегда рассматривались по-разному. Причем секрет успеха и популярности семи пиров на основе их доктрины, на основе их призывов лежит в первую очередь жить за счет своей профессии, обязательным условием семи пиров, в особенности Абдухалека Гердувани. Никогда пиры не призывали обязательно мстить за плохое. Например, тот же Гердувани говорил, что характер плохого человека – это уже ему наказание. В международном сообществе широко признается внимание, уделяемое в нашей стране просвещенному исламу, благоустройству мавзолеев, великих предков. В стране по инициативе президента осуществлена масштабная работа в области глубокого изучения и бережного сохранения уникального наследия. В Самарканде начал свою деятельность научно-исследовательский центр имама Бухари, научная школа хадисов. В столице возводится центр исламской цивилизации Узбекистана. Список этот можно продолжать еще долго. И как заслуженная оценка масштабом этой работы объявление в 2020 году организация АССК «Города Бухары – столица исламской культуры». Детально говорилось о том, какую работу предстоит сделать в рамках данной знаковой даты. Здесь же состоялась презентация архитектурных решений по благоустройству центра Гердуванского района, строительству многоэтажного жилого фонда, детских садов, торговых и сервисных комплексов. Важно, подчеркнул президент преобразить центр Гердувана, чтобы его облик обогатился современными зданиями. К примеру, местный дыханский рынок должен стать в своих архитектурных очертаниях воплощением древней истории, традиций, восточного шарма. Глава государства дал поручение по разработке комплексных проектов развития и других городов Бухарской области. Ровно два года назад, в марте 2017-го, во время своего рабочего визита в Бухарскую область, руководитель страны побывал в Гердуванском районе, посетил вот этот участок земли. Здесь на тот момент не было ни условий, ни достойных дорог. Старый жилищный фонд стоял. Президент дал указания, согласно которым началась большая работа. Строятся новые современные многоэтажки, создаются условия для людей. Посмотрите, как за это время изменилась местность. Вот это современное текстильное предприятие введено в строй декабре 2018 года. С тем, как реализована была инициатива, руководитель страны в этот день приехал познакомиться лично. Сегодня здесь трудоустроено 350 человек. Мощность позволяет выпускать почти 9,5 тонн пряжи в год. Строка экспорта достигает 5 миллионов долларов. Глава государства оценил условия для рабочих, мощность оборудования, кстати, завезенного из Германии, Турции, Швейцарии, Японии. И это лишь первый этап. На втором, в 2019-2020 годах, будет организован полноценный кластер, который также затронет Аллатский район. В этом году запланирована переработка хлопка, зерна, создание животноуческих предприятий, организации производства мясомолочной продукции. Руководитель страны подчеркнул, что создание кластера – это приоритет. Кластер – это основа для развития, сказал он. А рабочие места – это драйвер, точка роста, обеспечение благополучия в семьях. Поручено проработать до мельчайших деталей программу по дальнейшему переходу на кластерную систему производства и переработки хлопка в Бухарской области. Далее главе государства представлен был ряд проектов в сфере нефтегазохимической промышленности. Поручено увеличить объемы прямых инвестиций, чтобы обеспечить ускоренную их реализацию. Свои проекты представили руководители дипломатических миссий Узбекистана в зарубежных странах и сами иностранные инвесторы. Мы предлагаем реализовать на территории Бухарской области три современных производства. В направлении фармацевтики 100% предполагается экспорт. Планируем также производить бумагу. 60% пойдет на внутреннее пользование, 40% также пойдет на заграничные прилавки. И последний проект – это производство из кукурузы крахмала. Этот проект направлен на медицинские нужды. Из крахмала будут производиться антибиотики. В ходе презентации наших проектов и программы развития сотрудничества с Индонезией были даны руководителям нашей страны дополнительные поручения. Было дано поручение, прежде всего, сконцентрироваться на увеличении числа туристов из Индонезии, так как потенциал Индонезии в этом плане очень большой. Увеличить число и количество проектов, а также значительно увеличить инвестиции из этой страны. В целом, перспективы сотрудничества у нас очень большие. И потенциал Индонезии позволяет значительно увеличить уровень сотрудничества, который мы имеем сейчас. Представлены также были проекты в других сферах – производство медицинского оборудования, стройматериалов и прочее. Сегодня мы презентовали свой новый проект. Это проект постройки цементного завода, объемный в очереди полтора миллиона тонн в год. Проект на данном этапе будет производить с высококачественным цементом. Это марок выше 500-х, который будет использоваться только для стратегических объектов, как запланированные в Узбекистане атомные электростанции. Также будет использоваться для постройки высококэтажных домов, мостов, туннелей и трассы автобан. Будет создано 500 рабочих мест. Оборудование привлечено у нас чехской компанией. Строят они заводы по своему евростандарту, это экологические продукты и энергосберегающие, что немаловажно для нашей страны. Этот завод мы планируем реализовать в течение двух лет. Постараемся его ускорить, и он будет одним из лучших по Центральной Азии. Разговор продолжился и в русле создания условий для людей. Это развитие инфраструктуры, реконструкция дорог, обеспечение жителей отдаленных регионов питьевой водой. Продуманы детальные планы и карты в разрезе отдельных районов. На сегодняшний день общее состояние у нас обеспечено с чистой питьевой водой, составляет 53,5%. Сегодня было доложено о планированных проектах. Основные проблемы будут решаться это в Гиждванском районе, это в Шафриканском районе, это в Пешкунском, Рамитанском, а также Каганском и Караулбазарском районе. Полное выполнение мероприятия позволит в течение трех лет выйти на результат 100% обеспечения чистой питьевой водой населения Бухарской области. В целом презентации, представленные главе государства, раскрыли широкий потенциал развития Бухарской области. После реализации важнейших проектов и системных изменений, ожидается, что до 2023 года внутренний региональный продукт вырастет в два раза, промышленное производство в три, животноводство в два раза и экспортный потенциал в семь раз. Предприятие «Экваториал Чодак» стало очередным объектом, где остановился кортеж президента. Профиль компании – производство текстиля, швейной продукции и обуви. При входе в производственное помещение работницы фабрики встречают президента с аплодисментами. И это не заготовленный сценарий. Глава государства, проходя вдоль ряда, здоровается с каждой работницей лично. К большой неожиданности для Муштарья Абидовой, он останавливается около нее и начинает беседу. Глава государства, «Экваториал» Сложно представить, но буквально год тому назад эти производственные здания пустовали. Почти 3,5 гектара земли было в заброшенном состоянии. Стройные ряды швейных машинок, современное оборудование, а самое главное – рабочие места здесь появились. Именно по инициативе главы государства. Во время рабочего визита в область в феврале прошлого года он отдельно отметил необходимость создания рабочих мест в Абкенте и Шафиркане. Один из местных предпринимателей поставленную задачу выполнил. Сегодня на фабрике трудится порядка 500 сотрудников, в основном местные девушки и женщины. Есть и из соседних районов. Для них курсирует автобус. Многие из них, как сорвенос, после завершения колледжа долгое время не могли найти работу. Три года назад я закончила колледж и все это время сидела дома. Теперь, слава богу, вот уже три месяца я выхожу на работу. Я долго искала ее, но подходящей под мою специальность не было. Сейчас вот занимаюсь любимым делом. Схожая жизненная ситуация сложилась и у Шуаиры Тураевой. Мама двух детей много лет не могла найти работу, желая помочь супругу улучшить быт. Теперь, говорит, улыбаясь, даже ее дети с гордостью хвалятся, что их мама работает на фабрике. Дети очень обрадовались, когда узнали, что я устроилась на работу. Говорят, наша мама шьет для нас брюки. Я работаю теперь по своей специальности. Я очень рада этому. Сейчас Шуаира Тураева работает контролером в цехе, где шьют джинсовые брюки. Мощности фабрики позволяют выпускать в год около полутора миллионов пар. Работниц со схожими жизненными историями тут много. Почти все из них отмечают, что именно трудоустройство не позволило им отчаяться. Президенту Шавкату Мерзиёеву показали и новый цех по производству спортивной обуви. Пока он не заполнен полностью, но со следующего месяца, со стартом второй стадии проекта, планируется привлечь еще 200 сотрудников. Глава государства ознакомился с современным оборудованием цеха. На примере конвейера по пошиву обуви ему показали, насколько будет оптимизирован процесс. Во время ознакомления с готовой продукцией президент успел пообщаться с менеджерами, помогающими наладить производство. Хасан Мехди, имеющий большой опыт работы в этой индустрии, с удивлением отмечает, что на открытие подобного производства в его родном Пакистане ушло бы от двух до пяти лет. Благодаря сокращающейся бумажной волоките и поддержке государства, эта фабрика была запущена в течение одного года. В Пакистане на запуск фабрики с такой мощностью может уйти до пяти лет. Я считаю, руководство этой компании выбрало самый подходящий и благоприятный для открытия предприятия момент. Преимущество товаров, которые мы здесь производим, это хорошее качество и низкая цена. Здесь современное оборудование, очень трудолюбивый коллектив. Вместе мы стараемся выпускать как можно больше хороших товаров для местного и зарубежных рынков. Пока что основная продукция направляется во внутренний рынок. Но, по словам руководства фабрики, до конца этого года они предполагают экспортировать товаров на 5 миллионов долларов США. Это рынки ближнего зарубежья и стран СНГ. Президент Шавкат Мерзиёев посетил инновационную теплицу, возводимую в Бухарском районе иностранным предприятием «Бухарова Варнет». В соответствии с постановлением главы государства, 10 июля 2018 года на территории пяти районов Бухарской области создана свободная экономическая зона «Бухарова Агра». В частности, проект «Бухарова Варнет» с участием турецких инвестиций предусматривает строительство современных стеклянных теплиц на площади 115 гектаров. Преимущество таких теплиц заключается в том, что стеклянные панели долговечные пропускают до 97% солнечных лучей. Ожидается, что на одном гектаре таких теплиц будут выращивать от 300 до 560 тонн помидоров. Начата работа по освоению первых 30 гектаров. Возится тепличное оборудование из Турции. Здесь же прошла презентация проекта по созданию плодо-овощеводческих кластеров, переработке и доставке продукции на внешний рынок. Проведя беседу с ответственными лицами и иностранными инвесторами, глава государства дал необходимые указания и рекомендации. Особое внимание на современном этапе уделяется кластерам. Они создают единую цепочку процессов – от первичной и глубокой обработки до выпуска готовой продукции. В Ромитанском районе глава государства ознакомился с деятельностью зарубежного предприятия «Кластер». Здесь реализуются 8 проектов, начиная от выращивания и первичной переработки хлопка сырца, до глубокой переработки и производства готовой продукции. У предприятия есть более 8 тысяч гектаров посевных земель. В рамках проекта будет производиться 26 тысяч тонн хлопка сырца, 9,5 тысяч тонн пряжи, 12 миллионов погонных метров материала деним и полтора миллиона единиц готовой одежды в год. Будет создано 10 тысяч рабочих мест. Только в этом году планируется увеличить объем экспорта до 15 миллионов, к 2020 году до 50 миллионов, до 160 миллионов долларов в 2021 году. В свою очередь оборудование импортируется из Германии, Бельгии, Турции, Швейцарии и Японии. Сегодня запущено кластерное предприятие по производству хлопка. В прошлом году с 7300 гектаров было собрано 20 тысяч 300 тонн хлопка сырца и создано более 3,5 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время ведется производство хлопчатобумажной пряжи, тканей, окрашивание материи, отделка и выпуск готовой одежды. Недавно была введена в эксплуатацию фабрика пряжи. Остальные мощности заработают в августе этого года. Второй этап стартует в текущем году с запуском завода по производству масложировой продукции и проекта по капельному орошению. Ожидается, что в 2020 году будет введен в эксплуатацию животноводческий комплекс. Это мясокомбинат, биогазовая установка, теплица и компания по производству натуральных красителей.